игорь михалыч приветствую вас да добрый день голос нормально видимо не все восстанавливать даже не все игры посмотрел в этом туре выздоравливать действительно ну я надеюсь все-таки фрагменты видели всех ну да матчей да они и поговорим основного черек сначала давайте до что он горячий что нам не резали маркс лимон да ну да давай делим да то есть теперь только цитрусовые смотрю поближе так я говорю горячий ну вот они подготовились вишка что я даже опоздалки ну в принципе это нет ни одного чаще опаздываю что и даже тут ли все эти книги и чаще ты опаздываешь я нормально нормально да нормально ну что я бы я бы все-таки коротко о матче урал химки не потому что это ваша бывшая команда потому что уже очень любопытно как бы стали играть химки с этими хороводами стандартами и новыми тенденциями что что вы скажете не ну давай про урал сначала вот про урал ты знаешь как вот ну как из команды к увольняю тут к жаков например сказал шуму он не может смотреть то шуму больно я с большим интересом смотрел игры вот последнюю игру вот единственное что мне разбудило это хоровод это сам это сейчас обсудим ну как-то скучно я не вот не могу понять то что вылезет вылезет урал ну наверное скорее всего вылезет вот и ну как-то скучно поэтому я не знаю это наш обычно желают тренеру уволены чего желать чтобы команда вылетел афиг что плохо шла я как тот между этими эмоциями боролся то есть мне было интересно сейчас как-то интерес пропал я вот я вот тебе серьезно говорю но я уснул вот меня разбудил только хоровод папа ну то есть по уралу как бы все но я конечно буду смотреть там анализировать там особо нечего вот не это радует то что каштанов но на самом деле насколько 3 ты говоришь уже забил по моим 3 года в чемпионате вот то есть лишь без эрика они они без эрика 6 забили сейчас в двух играх последних то есть тоже такая дилемма но не простая была но для меня по теме что нас важно до 3 гола и важно что произнесем возраст правильно 26 лет по возрасту до по возрасту туда справились вот но будем дальше смотреть но я уже не с таким интересом как обычно бы в то есть у меня вот тоже по бывшей команде у меня же как-то я остын не знаю я болельщики там ну классный ты же был да разом болельщик или ехал болеть но город классный стадион классный болельщики ну то есть они заслуживают уважения со стороны клуба там и команды потому что они в самых тяжелых ситуациях поддерживать поэтому я желаю все только из болельщиков не из чего-то из-за чего-то другого вот желаю конечно бы они вылезли и но на урал точно должен быть в примере пример деньги должен остаться тем более сейчас два фаворита там таких жестких на вылет стыке ну и думаю пройдут мурал вот по поводу хороводу ты знаешь умела я даже со своим другом тимуром грудская созвонился когда вот хоровод увидел я смотрел я смотрел я смотрел и год тимур что это больше объяснить когда опытный человек то есть мысль какая должна быть хоровод водить то есть ты должен отвлечь внимание все должны на это засмотреться и у тебя идет подача идет гол не голов не подач нет только кроме хоровода ничего нет то есть это в оландии там проходила я уже говорил что надо понять что такое премьер-лига вот и и я так думаю что вот этот вот эти все истории но он же не то он же над этим думает он же как-то эти хороводы сколько там пять человек должно быть или шесть лучше вообще десять чтобы было десять человек в хороводе штрафной никого не было вот это должно отвлекать а мне кажется он этим самым привлекает наоборот к себе внимание вот ну химки ну химки я не знаю оригинальный он парень конечно цифру 10 то вам бегемон подсказал я не знаю как будто ну вот на самом деле я бы говорю учете за клоунада но без обид к этому как у спартак артурович без обид но мне кажется про клоунада какая-то который но она привлекает внимание но нормальные люди скажут чего делается ничего когда гол забьют будет нет когда гол а значит когда не гол забьют когда спартака артуровича уже не будет химки но может такой быть ну согласись я я стал и может может нам ставки же принимать сколько уже третий тренер ну вот мне кажется будет их 5 у химок и улетят они сама в первую лигу но все как потому что урал и химки давно прошли так это такая вещь я говорю я засыпаю просыпаюсь звоню тему ну то есть так в общем в принципе с эмоциями прожил насыщенные выходные и выходные пятницы они в пятницу факел зенита давайте все-таки более подробно об этом матче потому что факел этого заслуживает 11 и я обратил внимание я не знаю смотрели ли вы пресс-конференцию симака он обратил внимание на качество поля мы с тобой обращались сколько раз но вот он подробно не сказал о том о чем вы говорили что трава высокая и неудобно вот что на ваш дат имел ввиду симак потому что то есть но я не смотрел о чем сказал он сказал что он на таком катетом поле нет она помимо травы она еще такую рыхлая по мне показалось было там вылетала на это трава но я говорю он там полит советский союз вот такой знаешь можете пояснить что такое поле трава трава ну вот какой здесь у трава виш например он такая то есть она есть футбольная трава есть трава на лужайке не даже здесь лучше мне кажется чем в эту просто вы показали кого-то наценивать нет вот там тоже трава тяжелый матч на тяжелом поле но поиге ну вот тяжелый матч на тяжелом поле вот так нет тяжелая так и но я так понимаю что там до дожди что ли были что там было но она тяжелая по траве этот тормозит но скорость передвижения мяча тормозит очень сильно я тебе говорил до этого когда если она сухое то это вообще а здесь по всей видимости она еще само по себе ну как мокрое поле можно так сказать ты же меня сейчас поправишь опять ну как вот когда дождь идет на если он там шел я не знаю но там вылетал имеется сам более но тяжело ну да вот примерно так может сказать да но можем ли вы говорить о том что все таки это наоборот кстати улучшила если высокая трава то лучше чтобы она мокрой совсем было чем чем сухая футболистов у которых заработная плата около 10 миллионов евро и бразильцев неужели может помешать русское поле ну как они сыграли 11 но но можно ну что ну сергей да ты хочешь чтобы они все все игры выиграли хочу чтобы они за такие деньги как у выиграли нет а это домашний камень я ешь не говорю ты ты говоришь когда они поедут к этому как тренер тихо жичко или как у личка личка жичко это вот они туда и там ты говоришь если это не фан-клуб мы но мы посмотрим мы же про сочи все говорили говорили фарм до фан это другое я фарм сказал у меня рей немножко не выговариваю вот но это тяжелые 2 2 2 вы за тяжелый что оренбург что что воронеж но я и я же тебе сказал ты ты же не веришь мне что ты говоришь если там фан-клуб ладно вижу они туда поехали действительно тяжелый выезд для всех для зенита тяжелый таши по игре ну как они обороняются ну создать тяжело прошло одно дело к ты отдаешь у тебя меч долетает а когда он тормозит но сложно что-то сделать так цель как бы зенита забил они после длинной передачи забегу коротко там тяжело чего создать вот поэтому домашняя команда 1 комар домашняя команда 2 это оренбург да ну то есть там разные поля ты там наоборот быстрое поле искусственно а здесь медленно и вот там мы опять снимать деньги жена жена я звук уберу вот поэтому вот они там попали ушло да там 200 рублей ничего страшного вот но но вот я чё по этой игре сказать тяжело тут там будет всем тяжело даже зениту я те когда сказал даже в оренбурге даже зениту будет тяжело но может быть нет там все-таки зенит так как команда но техничные ребята ну там и и на кураже и на первом месте там где поле быстро и там нам скорее всего они с ними справиться а здесь это со мной то здесь ловушка еще хуже чем чем ты сам в оренбурге подозреваете что факел специально ну я думаю да но сергей но я думаю да ну потому что там же ну я думаю да или и невозможно короче ты ты же по полю ну кстати в грозном тоже поляна такая что я по полю нет по полю ты но что-то по полю ты ты говоришь что все нормально ну а я говорю что тяжело потому что ну ты ты же можешь вот так постричь а может вот так ну то есть минимум есть максимум вот они максимум оставляют понятно что она не по поиск как мы с тобой тогда говорили да но она бы но она высокая низко как вы показывали какой нет но я здесь ну сергей на самом деле с агрономный разговаривал то есть минимум как ты траву можешь постричь до минимум да и есть максимум вот они максимум оставляют ну понятно то есть вы считаете что это действительно такая проблема для футболистов уровня малкома клубе него конечно конечно проблема андрей мы с тобой не вышел я переживаю за него это все-таки россиянин и я бы хотел я тебя же говорю но мы с тобой последний раз но я говорю к андрюхе отлично но им нужен один нападающий выдвинутый и все остальные должны быть полузащитники тогда у тебя будет завязываться забить каждый может ваш андрюха они понимали что такая трава вот куда-то по такой траве убежишь я же тебе это не сейчас говорю помнишь когда мы говорили еще к еще когда-то я говорю что ты просто по моему спартака там играла то есть ты мяч кидаешь а он или и ты мяч обгоняешь но мяч обогнать невозможно то есть ты кидаешь бежишь а мяч у тебя там остается от его обгоняешь одну кучу андрюхи там делать но он быстрый то есть даже в питере да они у них есть там как бы не в питере там неважно но только не на таком поле потому что он у него вас в основном за счет ну дриблинг но он кидает бежит то есть он там обостряет за счет на индивидуальных действий а там где 2 10 там невозможно но низом там невозможно играть я не знаю с этим надо как-то разбираться но я не думаю что там факел там прям уж так и виноват вот правда поле вот я говорю в советском союзе таких полив очень много было ну то есть старого я говорю как ну как у этого есть лук союзе вы иметь эту что-то не было машин которые трава другая серёг вот трава ты на лук вот и есть же в деревне к себе но вот выйди на лук и выйди на поле там в оренбурге на лугу тимофеевка растет она не просто посмотри сама трава она какая-то другая она она более того жестко пасть вот есть мягкая трава ну как мягкая ну я просто трава другая все-таки я не знаю я не знаю как но наверно нарезал они не в том что это да потому что вот как она на лугу или на луну лугу она но лугу она растет она от природы растет а на всех полях которые чемпионату мира сделали она она одну определенного сорта футбольный где думают как между катиться вот все но получается все равно вы обратили внимание что все-таки зенит 1 пропустил да и тоже верну стандарт ну стандарт и если горься стандарт может подача была хорошая сыграли ну ну чё здорово но опять же это на ну не они не скажу что там наигранное да но все равно важно подача при стандартах ты можешь там блоки делать да какие-то освобождать какие-то зоны но если у тебя подачи не будет там ничего ловить если те игрока с подачи нет то не надо наигрывать просто по точкам иди куда прилетит туда прилетит но и головой тому же вопрос как соперник стоит зона или этом по игроку они берут но персонально как я просто вернусь с тобой мы я правильно то есть вот вы вы почему считаете что ему часть тяжело будет вернуться основном составе все-таки к луди не травма была он вернулся забил несколько голов тут же пошли разговор о том что он перед лацио кремонезе удинезе там и прочие как бы команда да из итальянских деревень но вдруг он молодцы они деревни массу это рим ну хорошо кремонезе лукезе и прочие деревни это деревня сколи асколи аталанта почему он все-таки выпал состава на они комбинационная команда сегодня пошли они играют вот я не знаю там по держанию мяча по владению ты даже ну там может быть какой-то процент 50 на 50 даже да только 50 команды которые вот как ростов они будут играть на своей половине а зенит почти все там играет на чужой и там бежать некуда обычно сергей ну вот пойми его и позиционная атака это без быстрых игроков ну то есть если у тебя три быстрых вот как там я не знаю кого можно взять вот краснодар например да то есть раньше такого не было то есть если нападающий был там классом был нападающий но он не быстрый ваш вот и он в быстро но по крайней мере был и этим игрокам взламывать позиционную оборону намного тяжелее чем клоудиню например но там у тебя клоудиню малком да там вендал даже кузяев тоже полузащитники нужны и на острие должен человек завершать но я думаю что с этим связано поэтому андрюхи сейчас может быть и тяжело нет я сейчас думаю что они по полю все-таки сделали вот они поле же они же посмотрели ну куда там за счет я одну этим я просмотрю ты ты мяч кидаешь бежишь он останавливается ты бежишь дальше куда как какой андрюха там ну все а дальше посмотрим я бы сейчас подожди ты ну не спеши я бы хотел чтобы нет я бы тоже хотел потому что я те же говорил в прошлый раз что я к нему очень хорошо отношусь я думаю что он будет играть но может быть и нет посмотрим но не сразу да слушать я что вы думаете вы вы смотрели тот знаменитый матч великую победу спартака в матче с зенитом когда счет был 3 0 сергей ну я смотрел ну чё ты сейчас про него можно голодную язву нет ну ты про кубок опять хочешь поговорить а что ракула все сказал великая победа что нет но великая победа чай но послушай обыграть зенит на этом этапе в третьей игре в группе 3 0 давай хочешь я похлопаю давай вот по морде не давал за ней ну хорошо ты вдаль чему никто не дает в чемпионате но вы имеете ввиду что мотивация но мы с тобой в прошлый раз говорили ну давай не сравнивать кубок и давай когда на вылет пойдет тогда будем говорить примерно более-менее они могут быть одинаковые игры по настрою понятно что сказать слушайте что вы думаете вот сейчас вышел у них такая тема идет вот я смотрю так все таки они больше верят в кассиру чем сергеева вот смотрите кассира вышел и доиграл до 79 минуты пока его кстати андрей не сменил мостовой да вот сергеев вот что что вы что вы думаете вот об этом сергей на мы с тобой ты забываешь что ли но мы с тобой говорили прошлый раз вот мое мнение что они плюс-минус одинаковые если в состав ну как бы в старт стада на замену сергеев выходит лучше чем кассиры видно кассира если вы не ставили да да если вы не ставят он обижается прошиво можем не выпускать то есть у тебя тогда один нападающий остается а если ты ставишь кассиру у него не пошло его можно в перерыве заменить на 60 там на 70 можно заменить и у тебя не обижается но есть надежда что он усилит но он усиляет но он реально усиляет вот и просто проанализирую посмотри когда сергеев на замену выходит и кассира а выпасть может и тот и тот если в старте выходит ну тут ногой 50 что это что этот может выпасть этот может вроде как неплохо сыграть и этот может неплохо там нападающие же мы о чем говорим то там я говорю вопрос открывания терпения быть вот в створе вот особенно в зените да как когда тебя окружать только полу защитники и просто завершить мы просто завершить вот просто завершить но мне кажется сергеев поинтереснее вот когда надо там раз-два или там в одно касание или где-то ну там прочухать там до добивания какой-то мне кажется сергеев поинтереснее но просто когда игра с зениту сейчас они вообще в сложную вот как ситуацию но я там не скажу что попали вот 4 чемпионство подряд добыл дзюба то есть был дзюба был ракетский с левой ногой своей клюшкой то есть у что-то не идет ты вообще не паришься ты просто туда подбор этот чиркнет что-то на грудь там штрафной какой-то еще ну то есть она более примитивный было но примитивно это не значит ну то есть примитивно это не значит что сопернику легче то есть когда как а сейчас они уже в на тонкую историю выходит ну там разыграть там низом быстро раз-два-три там для нападающего тяжело но но я тебе скажу что какая кассира не тот не тот но не сергеев они не убивают как холодно с тобой по проходу он даже говорили не помню не говорили мы не говорили это на этом на матч примеры или на матч тв там вот в такой команде там же тоже все разыгры все низом быстро раз-два-три надо в створе быть и когда у тебя момент есть то есть такие не надо убегать не надо убегать как вот феди феди же когда забивал много париком он начал много забивать но вы намекаете например но я на свое величие намекаю потому что ему надо объяснить нападающему что федь не надо потому что у нас в принципе полузащитники окружали его я бы ведь не надо на низко опускаться будь там на терпи просто терпение для нападающего терпение они хотят себе поиграть вот холод не хочет холд хочет забивать вот поэтому не 11 год 19 голов паша когда ты хочешь там поиграть что-то нового там во что-то да непонятно то есть и на угловой флажок может сбегать там там спиной к там к полю встать там и чудо там делать почти ниже можешь сесть свою штрафную но этого не надо вот поэтому вот в этом плане этот этот нормально то есть я так не вижу что там куда-то они что-то пытаются знаешь но среди просто ну как бы персону там серьезно поэтому ему тяжело узнать сейчас непонятно кто более серьезно фиде или тюкавин не по мне тюкавин но очень хорошие вот давайте по цска динамо почему вы считаете что там тюкавин очень хороший такой ему что я не понял предпочтение отдают или что нет мы сидим не то что предпочтение вот та же самая история что мы говорим там кассиры или сергей ну ты про представь что федя в порядке и ты его не ставишь но это бомба поэтому федя будет играть а тюкавин хорошо выйдет на замену а федя на замену если он здоров у меня же травма была если он здоров но надо федя надо знать проечно он не будет он он обидится каждый идите вы нахрен я там выйду там лану чуть побегу не получится ничего поехал дальше а тюкавин будет биться как и сергеев ну как бы на замену прошло я тебе в плане чё говорю я бы персонал персонаж как бы он может быть как бы и комичный да и ну и мощный до персонаж такое слово григорий викторович обиделся когда его персонажем назвал он не понял но я на самом деле имел ввиду то что он как раз и подумал но смешно шифровку потому да григорий вич туда он даже когда говорит что он как солист группы джипси кингсон но вот он персонаж я его без обиды но он персонажем бросовки он просто но не можете оценить сам адекватно и вот вот проблема поэтому будет федя играть к это федю берешь вот эти говорю потому что у нас же тоже третий год когда чемпионат мира был когда говорили что федя там куда-то должен уехать там это его сеть успокойся у тебя чемпионат мира впереди это я зимой еще не говорил я бы на меня послушаю он год михалыч я понял и опять в недодаче куда-то угловой флажок все вот он хочет в центре внимания быть еще раз нападающий в центре внимания когда он забивает понимаешь вот он забивает холд и вот когда он бежит там радуется прыгает вот что самое главное для нападающего потому что это ты меняешь игру ты меняешь ну как бы ты игры решать ну а вы не считаете что тюкавин как бы на сегодня уже конкурентоспособен все-таки когда он выходит он забивает на 3 момента и что ему сидеть тогда надо уходить это игра но почему-то все время всех отправляешь уходить табакаева тюкавина ну а как ну ты ну конкуренция я тебе просто говорю почему сложно поставить тюкавина а не поставить федю потому что это еще раз говорю федя он обидится понимаешь и а тюкавин не обидится то есть ты часто вот я я же тебя там по-тренерски эти говорят часто знаешь бывает ты думаешь блин там игра будет тяжелый нам на 20 минут например но не пойдет да ты будешь проигрывать там или ничья будет а нам надо дожимать в краснодаре но был например да то есть урал там ахмат чуть 0 другая история там за выживание там там за тройку ты бьешь и ты думаешь меня этого поставлю при плюс-минус хрен его знает как пойдет очень не только от нападающего зависит то есть как игра вообще пойдет сама по себе может и может быть удаление код получить ты можешь на удаление ламп там другая история у тебя не пойти может у тебя туда отдавать но не смогут там окопаются прошли там сложно сделать так чтобы моменты были потом ну там федя я бы фетер останься там ну ты забивал 20 потом 18 даже даже в тот год когда ему говорил сеть ну послушай меня пожалуйста он гать михалыч я все понял и опять туда потому что чемпионат мира ну я не ду назад к угловому флажку да я с ним разговаривал два или три раза вот но ему наш как у него он терпение потерял на третий год вот под моим руководством когда он забил 20 18 два раза стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром он потерял терпение потому что он думал да это нормально я его на как бы не обвиняю то что у меня там ну перестал слушать но не то что перестал нашу год я михалыч я понял там я понял но чемпионат мира впереди меня на то попасть поэтому не надо больше быть с мячом холл сколько с мячом я вот пример приводил опять может быть не тебе рональдо не вот этот наш а тот зубастик ну рональдо бразильца хорошая фраза не не этот наш но наш не наш португальский а тот бразильский это в чемпионате чемпионат мира финальный финале когда они 2-0 немцев обыграть насколько он до мяча дотронулся раз 2002 год надо знать у нас 9 раз на аудитории еще 9 раз 9 раз он затронулся до мяча зайдет позиции тяжелый но тяжелая позиция нападающий проще и они часто вот просто ярко выражены нападать потому что там какие-то времена были вот говорю сейчас пока холода не взяли они вообще без нападающих играли барселона в свое время у них месси играл центрального нападающего то есть но это штучный товар или поэтому он очень дорогой этот штучный товар но и это самое наверное самые тяжелые позиции это это выдвинут нападающий когда в одного то есть вы считаете что тюкаю надо просто оставаться и конкурировать все я думаю да а зачем не во первых он не отпустит начали вот он уйдет и кто будет но что-то из феде травма там или еще но на замену кого пускать он же выходил на замену он же как вот как и сергеев он же там какие-то вещи делал голы там забил игру переворачивал ну да но вот в этот момент вы обратили внимание как он пытался это что он пытался унизить от нефеева чем не не бил из-под лапты изо всех сил феде вот сейчас мы не федя когда вышел один в один с но это я не знает надо у него спрашивать ну там все там будешь ты вот на поле к находишься вот ты понимаешь быстро тоже решение быстро принимаешь не факт не в самый последний момент а когда вот и там оказываешься да ты уже думаешь этим между покачу ему там до или цепану ну то есть это но это сложно я я не знаю почему но я не думаю что он что-то такое исполнял он хотел был забить но вам браться матча цска динамо наши разноречивые есть и мне ну так ну средненький что мы можем отметить на ваш год медицинской но ничего на отметить опять реализацию циска но опять они 1 0 ведут у них опять там моменты полумоменты там какие-то ситуации где разберись забивать 2 в принципе все заканчивается но я опять это не сделали ну вот у них пока вот эта проблема но что положительное она они создают момент они создают причем при этой схеме так они но неплохо неплохо но они крепкого наш как циска крепкая команда ну то есть достаточно сбалансированные достаточно крепкой в каком плане они почти ничего не дают у своих ворот и и там создают вот при такой схеме хотя я опять же говорю что схема она наш там в три центральных защитника это не значит мяч не можете вот про эту оговорку вашу при такой схеме что вы имеете ввиду что 30 ну я имею ну конечно у тебя на 1 там меньше по народу просто вот и все у тебя два опорных прошу тебя так так у тебя посажем у тебя в середине 3 а так 2 то есть один туда уходит один должен оставаться ну ну придав вдвоем туда обычно никто не уходит окей ну и плюс по мне ну как вот я опять же эти пять игр прошлом году 10 нужен такой фантазиста там роберто баджи какой-то ну такого плана игру то есть вот у них в принципе у них такие есть но на мой взгляд но виша схема она не позволяет тоже роберто баджи ты не куда-то поставишь при этой схеме но никуда у нее одна позиция под там двумя нападающей или там 31 ты то есть его туда никуда не засунешь куда он один из двух опорных будет играть или с фланга ты будешь ставить то есть он все равно будет уходить сюда где больше мячи там получаешь да то есть у нас на фланге он не будет вот ну я вот это имею ввиду как вам этот парень бразилиц который забил гол просто но он так головой то здорово играет у нас на ваш взгляд есть какая-то но серьезная проблема при игре голову защитников что у нас ну как бы не играют головой а пытаются попасть ты в атаке мира просто когда любой человек появляется который действительно хорошо играет головой сразу выделяет но сергей давай посмотрим чем там там я тебе говорю вопрос стандарты любой стандарт это что угловой там что вот отсюда да там подачи вот как уткин вопрос подачи но если тебе такой соплю будут вешать ну какой головой ты куда-то сыграешь но не ни один не сыграет игрок если будет плохая подача это первого не могут перебить да то там какой-то завесуху дают то ну то они попадают там вратарь выходит хорошая подача нужна с хорошей подачей да я думаю любой может я думаю тюкавин может забить с углового с хорошей подачи если на под например на ближнюю пойдет ну то есть ты говоришь давай подаем на ближнюю те дают все время на дальнюю там вопрос подачи он понравился в этом мальчика рассказать ну что-то там не я опять же не все что-то сад не выйдет совсем не выделялся но неудачная игра как я говорил он бывает неудачная игра была неудачная длина по поводу динамо теперь что происходит все-таки есть разные трактовки есть трактовка что они с весны как играли грубо говоря как валили тачку таки возят есть трактовка такая что при юканович и стала еще хуже цель за хорян да нет но захарян не не из-за юкановича снег по другим причинам снег ну что у него там мы с тобой говорили как свечи там там же та же самая ситуация давайте ты выкинул высоком никуда я выкинул вы имеете туда на газон через окно не очень-то это но я его просто не видел я когда поляну не вижу я я побаиваться начинаю вот захарян-то снег но не не из-за тренера чему позиции на но на мой взгляд ему вот где он сейчас играет ему кому-то должно быть комфортнее чем он играл при шварц с паре шварц он играл там слева ну как будто 433 там слева вернулся с он ближе в середине он не за этого снег но я так думаю потому что при любом бы тренер шварц бы остался мне кажется хорян также выглядел как и сейчас потому что это но такой удар по молодым со стом челси там вот-вот-вот что-то то-то там там ну и все и ты остаешься у тебя там не получается вот но все равно я же те говорил уже челси от него не откажется если они реально сделали выбор и понимает что он что он талантливый парень и но никто не знает как туда зайдет вот то что эти говорят сейчас бы если бы он уехал но ему лучше каждый был сейчас остаться но наверно но видишь как получается то есть полгода ему здесь еще отыграть окрепнуть но для этого нужно нужен результат нужна хорошая игра там результативная игра с его стороны а видишь когда у нее одна за другой на плохие игры он сам это понимает я не думаю что там кого-то обвиняет партнеров тренера там еще чуть поле он понимает поэтому он сейчас в кризисе вот а так в целом динамо он пришла все люди говорю уже они агрессивные были просто понравится норма мне сейчас вообще он не нравится ну я не знаю тоже такими я говорю но поживут человек уезжает из ростова с какой формулировкой но вот эта ситуация там я нет он уехал кашка и отдали в аренду еще до начала а до спецоперации и прочее то есть но потом он в ростов не захотел возвращаться стал искать вариант в европе в европе не нашел и его взяли в аренду где мне про я бы том что он не тренировался насколько я понимаю с командой он тренировался где-то индивидуально даже разные вещи почему без команды остался что ну как на притязантов до ростов он не вернулся из-за этой ситуации ну значит нет ну значит ему надо набирать нет я бы вот нормана ну даже если он там не играл там игра я бы нормана взял вот в одну просто по мне игрок значит надо чуть время пусть пусть наберет мы тоже хотим ты вот тоже я же не знал что он не тренировался с командой но но я думал что он там где тренировался с кем-то хотя с кем у нас тренироваться если у ростова принадлежит они с ним но не не стали продлевателя ростов не еду через ростон отчета почему вас простоんなicorn coyotes ну потому что приостановил контракт насколько я понимаю не хотел возвращаться можно прислал бумагу я приостановлю контракт как это иностранцы сделать просто иностранцы все команды ну так вот я с этому вот я с этого типа ночь тяжелатьсяayek но вот я с этого и начал потому что такие вещи значит они сейчас не проходят ну на мой взгляд значит и хочешь и туда и туда и это хочешь и туда сесть туда ну значит надо форму как бы ждать пока он форму наберет но это через игры конечно что ожидать я знаю что такое тренироваться самому у меня был в карьере тоже момент когда я сам тренировался но это не то вообще и за счет игр наберет наверно но по мне он игрок я не знаю что с ним сейчас но может вопрос тренера сейчас про тренера этих убрали я уже про тренеров иностранцев я не хочу быть обоскали нормально пока личка нормально но этот я не знаю он сейчас говорит сейчас если бы они убрали его убрали в колон привезет как его зовут блок будет какого боевич боевич булбич но к вам привезет но привезет такого же но он такого же привезет ничего не поменяется попасть там я не за счет вы это самое все мы хотим попасть в иностранцев в нас никто не хочет попасть или мы все в иностранцы будут попадать попадать не попадать поздравляю тогда вот так и будет слушайте наши эфиры смотрит даниил фамина регулярно насколько я понимаю но и привет передавала что мы можем о нем сказать он стал капитаном команды что мы можем сказать о его игре по его действиях нет вот здесь и правда только вот здесь мы сейчас подходим на на самом деле вот там по схеме но по схеме то они не не поменяли там внутри что-то вот я тебе говорю что вот эмоции даниил даниил вообще пять баллов для меня да то есть у меня еще в краснодаре два мы с ним работали но умнейший но и парень и парень умный на не за из футболистов найти кто там хорошо учился и в шахматы хорошо играет на ты там постараться но вот он такой но он техничный он там возмужал вот ему не хватало там чуть такой ножка когда был такого мужского сейчас нормально все но я не знаю я опять же к нему хорошо то что период не очень хорошие не для команды не для него этого это он сам знает поэтому это не как критика но выправит он выправить точно сто процентов какого года кстати сколько мы 97 что 97 вот я не ошибаюсь до 25 лет до 25 лет что вы думаете по поводу этих вот ребят которые сейчас новички динамо да да са или доса не знаю как правильно по норму вы сказали на гамале значит играл но мари чали не играл вот вот давайте вот вот об этом доса это правый защитник гамале игрок с фланги он там где-то доиграет да я пока ничего не могу сказать но нет вот кстати в плане как локомотив это нормальная команда 3 вопрос тренера вот здесь уже можно говорить то 6 и так по игрокам взять но по мнению в пятерку входит по игрокам чемпионат у них хороший динамо ну на мой взгляд да вот и на зенит оставляем в пятерку даже может быть в четверку вот поэтому по ним пока я вы считаете но здесь уже тогда ближе к тренеру сергея я так все думал понимаешь когда команда тяжелая такая знаешь как вот урал там прошлом году там и в начале этого года вопрос к тренеру но только ты там совсем вопрос к тренеру но как бы это только тренерская какая-то история можно спасти пашка как это вот команды которые внизу у тебя же уровень играл а наверху когда хорош хорошие игроки у тебя в составе тоже вопрос к тренеру причем большой еще больше чем чем внизу карина когда команда находится что вы думаете мне поговорили о федоре чало все-таки такой не забил но хороший матч очень много момент но вишну надо забивать вот эти говорю как как-то про холланда говорим то что тут дискуссии серафимов вообще сказал чуть за футболисты холланд я была бы серафимов хороший все понятно при каких обстоятельствах он сказал ну когда у губернии день рождения был на этом на эфире на матч тв лигу чемпионов когда мы обсуждали кого на пиво он забил в 11 игр 19 серафимов давайте год еще подождем всякая ну давайте подождем год через за футболиста поэтому чалов видишь нам забивать голы и надо вот центральный нападающий в одного когда-то да потому что в два то можно как раз и к угловому флажку тем может занести потому что поле пополам делится прошли у тебя маневр где у тебя маневр нет но мало вот поэтому чалов ну как он открывается хорошо ну хорошо открывается у него правда момент сколько у него два по моему момента ну то есть там надо исполнить там я говорили покатить этому там мастерство плохо что он не забивает хорошо что есть момент но тут надпись ведутов разбирать вот от чего зависит что ну то что как бы самая большая критика сейчас к циска что у меня но не религи не реализация но они не реализовывать момент но они создают хорошо но кто-то должен там добивать все это дело вот поэтому федя чалов ну то что есть момент это хорошо то что не забивает плохо ну тоже очень своеобразный матч сочи локомотив 40 могло и побольше там быть ну и локомотив мог забить но что это вообще на ваш взгляд было ну во первых вот вы сказали по поводу состава динамо на ваш взгляд какого уровня состав локомотивом вы можете состав топ-5 включить ну рядом я думаю рядом топ-5 топ-6 ну просто там полу в динамо по опыте ребята хотя там баринов есть там миранчук есть да там вот эти нападающие они они за опять и сколько им лет я не знаю много но по моему локомотив если я не ошибаюсь самая молодая команда то есть у них средний возрастом 23 года вот но это нестабильность но присущая нестабильность молодым да то есть динамо поопытнее а так если вот там по одному брать не разбирая работу тренера да вот просто по игрокам но они примерно одинаково ну вот по по этому матчу что что вы можете сказать все-таки но 4 это катастрофа да там тренера выгнали выгнали спортивного директора но вот поэтому мы не скажете нам поэтому значит давай мы ничего не будем говорить потому что мы в прошлый раз с тобой говорили я говорю им надо менять тренер в такой ситуации когда у тебя подавляющее большинство иностранцы мы там или хотя бы половина да и костяк составляет то ты должен владеть языком понимаешь ты должен слышать как шутят да кто там кем недоволен где-то эмоции дать ну как бы я вот и по спорту ну то есть вообще то что касается иностранцев тренеров это сложно потому что когда у тебя много иностранцев да то есть переводчик же как вот смотри ты если ты россиянин у тебя иностранцы есть у тебя к каждому иностранцу идет переводной группы там сидят да там английский не знаю португальский сидят а здесь вот и ты говоришь да то есть у тебя полкоманды россиян пока и там ну если грамотный переводчика они переводят а здесь ты говоришь тебе надо переводить всем поишь одно дело тебя переводит там двум-трем игрокам а другое дело к эти всей команде переводит и очень важен и понять как переводят вот я не понимаю вот он на немецком говорит этот на на русский переводит а там еще и назад это надо перевозка для тренера еще потом для игроков надо переводчик но он коснодаре у вас как было у нас у нас не так у нас иностранцев не так много в принципе у нас как были у нас были скандинавы на каком они говорили они за у нас был исландец у нас был швед и норвежец у них какой-то языка они но они понимают ну то есть ты их берешь вот так вот складываешь весь сажаешь с английского да там переводчика остальные все у нас были латиносы но там по-испански нас переводил тоже не понимаю как бразильцы но там я думаю португальский и этот испанский они примерно до их кучу сажаешь или там переводишь так был но у нас был хотя когда я пришел они заш как сидели один спал вот там другой там на 3 вот здесь они говорят да вы по-русски понимаем и там что-то бубнили на установке и ну как можно я сразу как то есть все сидели где хотели а переводчика 2 все но все ну понятно то есть но я думаю что в этом проблем и про что что нет сейчас вообще по ситуации я же тут чемпионату сказал два слова нам надо отходить сейчас в этой ситуации отходите от иностранных народ не поймет вот мы тоже прокомотив говорим написать такие деньги они вот сейчас куда они где сейчас сорн и цимбауэр думаю что в банк но в банке в банке только не мы не не москве а уже там ну то есть ты платишь и туда увозят это сам ну давайте здесь деньги оставлять я и не я не про свои дни я свои здесь оставляю то что дамы ездить не можем мы их привозим кого-то ваще хрен поймешь кого мы сейчас на них посмотрим мы сейчас им дадим доверие полное доверие 1 1 1 что-то поехал сейчас ситуация совсем другая сейчас другая ситуация мне кажется ну ладно это да потому что сейчас я когда это сказал то все а этом там под себя все это под себя там себе деньги да давай себе ну да вот кстати вот кстати давайте им бауэр будет ссором забрал зарабатывать а мы с тобой будем сидеть здесь за но за этим столом вам нравится мне кажется нормально мне не нормально но я бы почистил чуть листья на вишни сейчас 8 пойдете да по поводу сочи все-таки ну смотрите футболисты там еще футболистов не так давно никто не знал там макарчук юрганов мне вот макарчук чтобы сразу не вот этих макарчук очень хорошими кажется вот это слева и новом левоногие до слева это самый сын да 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 но левый защита он вытеснил же терехово терехово но его в середину перевели тереховый за это хороший парень нет но вот тоже пасть просто откуда они все тут же вопрос какой вот понимаешь то есть ты делаешь ставку давайте брать из фнл там всех и все заиграют все не заиграют понимаешь это 10 процентов из 10 там два может заиграть а 8 скорее всего нет потому что они бы намного раньше бы оказались в премьер-лиге ну не вот хорошие ребята ну перейдем к великой победе спартака 52 обыгран обыграны крылья советов достаточно уверены несмотря на 1 пропущенный гол что такое поменялось вот таки вы уже сказали о том что поменяли схему до ушли от этого ромба сейчас вы не увидели как нет он вернулся к ромбу опять они ромбом играли да давайте об этом скажем ну чё скажем состав ну пруцев мяч рульцев пруцев мне нравится но зобнин и проме сыграл как десятка то есть он не садо этого они играли собора подарок ну да подающим вот но он вернулся я причем смотрел думать что это он нас с тобой посмотрел поменял сейчас решил вернуться но я думаю что наверно как все-таки они от соперников но исходят тоже вот и но виши 5 забили победа не примете мне гибкость нравится вот тренер хотя я до этого но до урала я вот это ну я я не понимал то но и зачем менять то есть надо добиться что-то одного хорошего да там а потом если уж ты этого добился то можно там рассматривши если не добился то не надо но урна урал меня ну как бы жизнь в урале меня заставил на 3 перейти то есть для меня это вообще было паша и он здесь там посмотрел как-то момент там раз поменял схему на кубок они вообще в 3 играли там поменял 4 4 3 3 но я думаю что все-таки он где-то исходит от соперника наверное вот но он на молодец ну чё-чё сказать я говорю вот вот к нему у меня вообще негатива никакого нет это самое но и кабаскали потому что я же это самая тоже как-то я итальяшкам звонил он же в италии работа когда вы только назначили говорю ну как можно угадь то требует ты играть подожди посмотри он подготовленный парень но видишь так показывает что что в принципе не было неплохо потому спартак тяжелые 100 на самом деле команду не хорош вот почему на ваш взгляд он вернулся кроме ром вот эта схема вы имеете ввиду что они менее опасались а так крыльев советов когда они возвращаются но может быть может быть сергей я не вот здесь я не знаю я настолько но это надо очень и здесь значит надо то что соболев вернулся и надо соболев но надо с ней там подожди соболев соболев же играл справа игру этот играл николсон играл центрального проме слева справа и какая игра там они выгодят в нижнем они нет в нижнем не было соболева это была предыдущая игра когда но они выиграли до моему ну вот он же так сделал а сейчас он лишь опять дух со мной может посмотрел соболев справа на самом деле но ну не очень там там зиньковский должен играть ну скорее всего паша надо ставить и того и того но сейчас я на шамар там если но он считает что в порядке соболев вообще в порядке просто порядке вот и не поставить ни того ни того нельзя а соболев справа но это не то он теряет то есть роман будет тянуть туда вот поэтому я думаю нет смотри и из соперника а может быть даже вот видишь мы сейчас в разговоре я сейчас понимаю что скорее всего исходит от себя игроков надо ставить соболева и шамара да все и соболев теряет справа то есть они ну вот им простора меньше нам но но просто по-другому ты не сделаешь я бы тогда если в три то там зиньковский там промес а тут или шамар или или соболев а видимо сейчас такая ситуация что нельзя не ставить ни того ни того для ситуации внутри для обстановки я не знаю как кто как реагирует понимаешь это что же такое дело непростое но у вас нет никакого разочарования в шамаре все-таки ну так его брать не ну соболев сильнее сергей на что говорит на суну и но я не знаю ну вот вешал гол забил я не знаю как он там сессии как он на тренировках как как вообще в коллективе что там происходит это же со стороны очень сложно то есть мы так говорим да ладно мы все знаем там это так я бы этого поставил и об этом там внутри все очень непросто тем более если мы про спартак говорит ну понятно а вот по поводу трутся вы как как-то мало говорили что вы думаете по вот по поводу вот это у мяров трутся в центрополя нет на умеров опять там ну вроде его заменили да там после переродра мода нет не после первого но у неё травма в концовке было не до этого в зиму да в нижнем не заменили там вроде как но заменили что-то не то но но он оживает точно было по мне он комбинационно